Привет всем! Итак, сегодня 26 июля 2018 года. И это моя первая попытка записать каст в формате только аудио. Дубль на YouTube будет, но возможно это временное явление. И первый мой аудиокаст будет называться детский фрейм, часть 7. Я хочу сформулировать небольшую мысль, которая мне пришла в голову. Она относится к детскому вопросу. Вообще, когда-нибудь в перспективе я планирую сделать серию кастов, которая будет называться «Красные флаги». Может быть, называться будет не так, но там будет перечислено то, что я лично из своего опыта и своей жизни обнаружил важного, на что нужно обращать большое внимание в поведении женщин, иногда и не только женщин. И, в принципе, то, о чем я сейчас хочу сказать, оно могло бы и будет, наверное, относиться к этой теме и будет составлять отдельный каст. Но я сейчас хочу сказать об этом только в формате детского фрейма. Узкий вопрос, который относится только к детскому фрейму. Итак, этот красный флаг, название которым я еще не придумал, существует в двух вариантах. В мягком варианте и в жестком варианте. Мягкий вариант вы наверняка встречали, слышали. Звучит, например, на следующем образом. Девушка или женщина некоторым образом хвалится, говорит, что она продвинутая мама, что она хорошо разбирается в детской психологии, что она современная женщина, что она не такая, как какие-нибудь дуры, озлобленные на мужчин. И поэтому она, дальше разные фразы встречаются. Либо она позволяет отцу участвовать в жизни ребенка, либо она не возражает против того, чтобы отец участвовал в жизни ребенка, либо она стимулирует, чтобы отец участвовал в жизни ребенка. Как особенный подвиг это подается, если дело происходит в ситуации развода или брака никогда не было. В общем, пара живет раздельно. То есть, в такой ситуации мама, которая говорит, а я папе позволяю участвовать, или даже стимулирую участвовать, она ожидает одобрения и похвалы, как нечто совершенно невообразимое. И, в общем-то, до какой-то степени это правда. То есть, женщина, которая так себя ведет, она уже выдается из общей массы. Но по этой фразе, естественно, во-первых, сразу видно, чей фрейм у нас в данном детском вопросе. Только владелец фрейма может кому-то что-то позволять, стимулировать, делегировать, или не стимулировать, или не делегировать, и так далее. То есть, женщина вроде бы хвалится, с другой стороны, не понимает, что она этим выдает свою позицию. Она назначила сама себя начальником, она кому-то что-то позволяет, не позволяет. И все эти ее разрешательства, так называемые, в основном оправдываются тем, что она прочитала в продвинутой современной книжке, что папы вообще-то полезны ребенку. То есть, они полезны ребенку для его психики, поэтому папа должен участвовать. И это единственная причина, почему она все это позволяет. Не из чувства равенства родителей, не из чувства какой-то ответственности, не из чувства взаимности, не из какой-то там вселенской гармонии. Нет, она просто прочитала и поверила тому, что прочитала. Прочитала в модной книжке, что, оказывается, папы положительно влияют на детей. Что, в общем-то, правда. Прикол в том, что человек записывает себе в плюс и ожидает похвалы за то, что, в общем-то, является совершенно нормальным для любого нормального вменяемого человека. То есть, для любой вменяемой матери говорить об этом вслух и ожидать за это похвалы, какое-то одобрение, ну, как минимум, странно. Потому что это само собой разумеющееся настолько же, насколько само собой разумеющееся кормить ребенка. Потому что он хочет есть, там, и менять ему памперс, потому что памперс нужно поменять. Ну, это то, что делают все нормальные люди. Странно хвалиться и ожидать похвалы, что, типа, я сегодня покормил ребенка, там, два раза, три раза, не знаю, сколько там ему нужно было есть. То есть, человек не считает это чем-то естественным. Он считает, что это некое достижение. Более жесткий вариант проявляется в более широком спектре явлений. Но я сейчас, опять же, только про детский фрейм. Очень печальный и очень опасный красный флаг состоит в том, что человек, и не обязательно это женщина, вообще говоря, человек хвалится примерно следующим. Он говорит, да, там, я сделал вот А, Б и В, и это было неприятно и плохо, но я ведь мог сделать еще Г, Д и Е, которые были бы гораздо хуже, но я ведь не сделал. И поэтому я герой, достоин похвалы, и, в общем, я хороший. Иногда практически герой. То есть, человек считается откровенно героем, что он сделал неправильные вещи А, Б и В, но не сделал некоторых вещей хуже. То есть, в принципе, этот фрейм можно переформатировать фразой «Да, все плохо, я сделал плохо, но могло ведь быть и хуже, я ведь мог сделать и хуже, но не сделал». Из опыта оказалась эта очень опасная фраза. И человек ее косвенно выдает, в принципе, задолго до того, как он что-то такое серьезное сделает. То есть, это можно увидеть, если обращать внимание. Я призываю большой вес и большое внимание оказывать таким фразам, типа, я вот мог ему еще и такую подлянку сделать там, или я могла там вот так подставить, и так подставить там, и вот это ему еще сделать там. Но я не сделала. Более здоровым и нормальным для обычного морального человека было бы, если уж и гордиться чем-то, то тем, что человек сделал что-то экстраординарно хорошее. То есть, то, чего он делать был не обязан. Мог сделать, мог не сделать. Но решил все-таки сделать. Ну, наверное, не очень красиво, когда человек ожидает за это какую-то похвалу там, или... Но это, по крайней мере, оправдано. То есть, с этим можно согласиться, можно понять, принять. Человек, допустим, там, в целом был настроен нейтрально. Допустим, он был обязан сделать вещи А, Б и В, а вещи Д, Е и Г он не обязан был делать. Он просто, так сказать, прошел для вас дополнительные мили, как англичане выражаются. Walked an extra mile. Это нормально. В такой ситуации ожидать некоторой положительной ответной реакции. Будет ли это просто спасибо, или там какая-то ответная услуга, это другой вопрос. Вопрос совершенно меняет свой смысл и ориентацию, когда человек ожидает похвалы за то, что он не сделал чего-то плохого, чего он мог бы сделать. Например, в детском фрейме. То есть, мама, например, говорит, я ведь легко могла бы настроить ребенка против отца и сделать так, чтобы они больше никогда не виделись. Но я ведь этого не сделала. Похвалите меня. Или там. Я легко могла бы ему нарушить его новую жизнь, новой семье. Могла бы сделать вот так и вот так. Например, с помощью приемов, которые я описывал в прочих частях про детский фрейм. Например, подкинув ребенка не вовремя. Буквально вчера читал такой постинг. Мама забрасывает своих детей, с которыми она постоянно проживает, в новую семью мужа на каникулы без комментариев и укатывает по своим делам. И женщина, которая так не делает, или, например, даже, нет, даже эта конкретная женщина, которая, например, забросила детей на три месяца, там, на лето, могла бы сказать. И, возможно, так и говорит, между прочим. Если ее припереть к стенке, сказать, что же ты делаешь. Ты что, не понимаешь, что ты делаешь? Без предупреждения там? И вообще, как это выглядит все? И ты расстраиваешь порядок семьи, не договорившись, там, ничего не сделав. Это ни детям не полезно, ни новой семье не полезно. То есть, никто не выигрывает, кроме тебя. Она может сказать, например, ну, я же их не на полгода бросила, а всего лишь там на три месяца, которые относятся к летним каникулам. То есть, я могла бы сделать и хуже. Я сделал и всего три месяца. Так что, радуйся и похвали меня. Очень опасный тред. Его нужно отслеживать заранее. Я задним умом видел в людях эти вещи. Они проявляются в гораздо мелких вещах, более мелких вещах сначала. То есть, реально, человек ожидает награды за то, что он не сделал какую-то гадость. И когда эта награда ему вдруг не дается, он возмущен. Он говорит, как это так? Я вот... У меня вся ситуация располагала к тому, чтобы сделать гадость, но я ее не сделал. И ты меня из-за этого не похвалишь и не скажешь мне спасибо, хотя бы даже там. Призываю эту вещь отслеживать на ранних этапах, до того, как дети появятся. Очень опасная вещь. И это большой красный флаг, и я про это отдельно расскажу в отдельном касте. Ну, для первой части достаточно. Спасибо за внимание. Услышимся в следующих частях. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok